22 апреля у нас уже пойдут автобусы, первые по одной машине, на каждом из восьми маршрутов. Но у нас три круглогодичных, они и так ходят, и плюс дополнительные. То есть 22-го уже пойдут. Поэтому у нас с вами забот и работ очень много. Подготовительных, плюс погодные условия, плюс все зимние проблемы, что кто накопал, накидал и так далее. На совещание по вопросам дачного сезона приехали представители 16-ти садовых сообществ Абакана. Всего в республиканской столице 35 СНТ. На повестке дня много вопросов. Один из наиболее важных – городской двухмесячник, который стартует в городе с 3 апреля. Восстановлением администрации города Абакана раздел номер 6, он посвящен как раз рекомендации, которые необходимо выполнить на территории ваших обществ. Первое – это необходимо организовать работы по очистке и благоустройству территорий в своих садоводческих, дачных, некоммерческих объединениях, прилегающих на них территориях. Второе – обустроить площадки накопления твердых коммунальных отходов. Я на этом немножко попозже остановлюсь, поскольку это требует особого внимания. Третье – это ликвидировать несанкционированные свалки. Четвертое – привести ограждение в надлежащее состояние. И пятое – обеспечить постоянный контроль за санитарным состоянием территорий в своих садоводческих и дачных, некоммерческих объединениях. Что касается дачных автобусов, то они пойдут согласно традиционному расписанию. Однако есть некоторые изменения, например, по 55-му маршруту. На Калягинские холмы этот автобус будет проходить транзитом через 8-е кладбище. Там непосредственно на территории кладбища сделана автобусная остановка. Это, конечно же, будет в пользу и по заявлениям граждан, которые хотят именно заезжать на 8-е кладбище. Поэтому 57-й автобус сейчас будет проходить дальше, разворачиваться на улице Кирпичной. То есть будет поворачивать на улицу Кирпичную. Там мы сделаем, обустроим автобусную остановку. Там будет разворачиваться. Для жителей сдачного общества «Орбита» есть возможность перейти дорогу, там обустроенный пешеходный переход и спокойно сесть на этот автобус и уехать. 54-й маршрут будет теперь ездить круглый год. Напомним, раньше он курсировал только в летнее время. Летом дачников будет возить два автобуса, в зимний период – один. Кроме того, появится новая остановка, которая обеспечит транспортную доступность в СНТ «Ивушка». На совещании не обошли стороной и такой важный вопрос, как гранты для дачников. «Сумма средств, выделенная на этот год, 20 миллионов, больше, чем в прошлом году, в два раза. Сумма грантов осталась прежняя. Значит, если общество до 200 человек – 200 тысяч рублей, если общество свыше 10 тысяч человек – 2 миллиона. А там посредине миллионы 500 тысяч. Каждый знает, кому сколько положено. Направления остались те же самыми». Безопасность превыше всего, а потому в завершении встречи спасатели напомнили дачникам о правилах противопожарной безопасности. Они раздали представителям СНТ памятки. Кроме того, напомнили об ответственности, которая грозит нарушителям за их действия в пожароопасный период. «Более половины дачных и задовольческих руководителей наших обществ сегодня присутствовали. На мой взгляд, они получили все ответы на поставленные вопросы. Мы вернулись опять к теме брошенных земельных участков, которые зарастают травой. Мы проводили, напомнив, в прошлом году, глава проводил совещание соответствующее, были даны поручения. И вот сегодня мы давали оценку тому, что сделано, в том числе и руководителями дачных обществ. Сейчас мы в городе Абакане полностью готовим водоналивную, иную специальную технику для реагирования. У нас создана оперативная группа, у нас создана патрульно-контрольная группа, которая уже на текущий момент проезжает, выявляет какие-то узкие места и принимаем меры по их устранению». Надежда Савельева, Василий Конзычаков. Новости.